Всем привет! Вы на канале Сергей Гончаренко. И в сегодняшнем видеоролике мы распакуем вот эту посылку, в которой будет находиться примерно схожая бутылка для воды. Вот эту бутылку для воды я покупал еще полтора года назад. И даже на сейчас ее используют до сих пор. Я покупал несколько вариантов. Обязательно искал себе, чтобы была металлическая бутылка, чтобы была пищевая сталь. Это сталь 304 или 314 марки. И очень хорошо она ходит. И в обязательном порядке здесь нет никакого пластика и всех негативных, так скажем, последствий от пластика и прочего. Во всяком случае, здесь будет что-то похожее. Здесь 1 литр. Я покупал 2 бутылки. 1 литр 750. И я не помню, здесь, наверное, 0,5 литров будет. Это чтобы все члены моей семьи могли брать с собой бутылку с водой или другие нюансы. Были у меня спортивные бутылки, а не пластиковые. Но решил все-таки перейти на металл. Здесь, смотрю, кто-то уже что-то пытался сделать, открыть или просто-напросто такая вот доставка у нас. Но мы отсюда начнем и открывать. Смотрите, упаковка. Ну, знаете, упаковка не какущая. Либо она сдула здесь, либо она не какущая. Потому что, ну, здесь, да, согласен с защитой. А что здесь? А здесь может быть бутылка помята. Давайте дальше будем открыть. Вот она. А, и вот бонус приятный. Здесь идет еще, да, пусто, металлическая трубочка для питья. Я, кстати, давно хотел металлическую трубочку взять многоразовую, не одноразовую, не пластиковую. А здесь такая вот металлическая. Классно, хорошо. И сама бутылка. Металлическая крышка. Ну, вот, знаете, к сожалению, здесь пластик есть, но его минимум. Так, а в моей я покажу, как в моей сейчас сделано все. Здесь пластика нет, только силиконовая прокладка, чтобы не протекало все. Ну, во всяком случае, немножко лучше. Ну, вот, нежданчик. Здесь. И, как по мне, здесь, кажется, резинка передавлена, нет? Или так и должно быть? Ну, зато здесь закручивается плавно. Но все, суть в том, что, наверное, здесь перекошена резинка и неровно, да, неровно закручивается немножко сама-сама бутыль. К сожалению, это плохо. Но это, и здесь, конечно же, я смотрю, не очень хорошо. То есть, такое впечатление, где эта бутылка была. Может, она бушная? Ну, запах, и некоторый запах есть. Но, я думаю, вряд ли она бушная, потому что запах чего-то, чего-то такого вот нового. Крышка, кстати, как раз крышка без запаха. Здесь запах небольшой есть. В трубке запаха точно так же нет. Ладно, сейчас нужно... Наверное, все-таки по этому я буду открывать спор. Продавца говорит, что это за нюансы. Все-таки, ну, ржавая бутылка, она где-то, не знаю, лежала, наверное, очень-очень долго. И он решил мне ее продать, да? Ну, точнее, купить я решил, но я решил более новую взять. Ну, как вы видите, бывают и такие сюрпризы. И здесь проверим, решим. Потом дальше, в дальнейшем, я отпишусь и расскажу. Итак, проверил, протестировал я по итогу, что, несмотря на то, что здесь прокладка немножко не очень хорошо как бы сидит, получается, она не протекает. Как я не пытался, не переворачивал, как я ее не тряс, она не протекает. По запаху, спустя буквально минут 20, когда открыл, запах практически уже не слышен. Если ее хорошенько промыть и денек она так постоит, я думаю, уже можно будет пользоваться. Но продавцу, во всяком случае, я об этом сообщил, посмотрим, что он скажет на это. Во всяком случае, у него в лоте есть такие вот бутылки, начиная от для питья и жидкостей, начиная от 300, по-моему, и заканчивая литр или полтора. Но, во всяком случае, ссылку я на вот эту вот бутылку я оставлю в описании, может быть, вам придет уже нормальная. Причем здесь заказов-таки немало было. Но, если вдруг, может быть, я не забуду, то могу оставить, если нужно, ссылку и на эти бутылки. Я знаю, что они уже проверены и хороши по качеству. Если вдруг я забыл, пишите в комментарии, обязательно добавлю. А по данному видеоролику у меня, в принципе, все. Если вам это видео чем-то понравилось или было полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и соцсети, делитесь этим роликом с друзьями, знакомыми, близкими, ведь многим он может быть интересен и полезен. Ну и всем спасибо за просмотр. Всем пока, до новых встреч.